Вот так выглядит освобождение в исполнении российских оккупантов. От крупного торгово-развлекательного центра в Одессе остались сплошные руины. Прошлой ночью враг коварно выпустил по Одессе семь ракет. После попадания вспыхнул пожар на площади в несколько тысяч квадратных метров. Попадания произошли в гражданские объекты, объекты инфраструктуры. Один из которых – торговый центр. Второй – склад готовой продукции. Пять человек получили ранения средней тяжести. Они госпитализированы. На складе товарной продукции погиб охранник. В Одессе накануне ввели удлиненный комендантский час. Количество людей было ограничено. И это спасло жизнь многим. В частности, работники охраны, конечно, находились на своих рабочих местах. И именно поэтому пострадали. На месте продолжают работать криминалисты. Спасатели разбирают завалы. Очевидцы взрыва рассказывают. В квартирах ощущался сильный запах гари. Мы увидели вспышку, за которую секунд через 10 пришел сильный взрыв. Выбежали на балкон и на горизонте были очень большие клубы дыма, которые немного различались на фоне ночного горизонта. Взрывной волной выбило окна и двери в соседних домах. Коммунальщики помогают людям закрыть оконные проемы пленкой и по возможности вставлять стекла. Накануне вечером войска РФ обстреляли Одесскую область тремя ракетами, запущенными с бомбардировщика Ту-22. Вследствие удара пять домов были разрушены. Два человека госпитализированы. Впервые враг применил гиперзвуковые ракеты типа кинжал. Удар пришел Санаталь. В этот день российские оккупанты обстреляли Одесскую область как новейшими сверхзвуковыми ракетами, так и старыми боеприпасами 60-х годов. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, использование советских запасов демонстрирует попытку врага сэкономить высокоточные ракеты, а также является сигналом к тому, что будет больше промахов и еще больше ударов по жилым кварталам. Поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это может спасти вашу жизнь. Виктория Сенько из Одессы. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.